Доброе утро всем, кто присоединился к нам. Исполнилось 80 лет талантливому композитору, заслуженному работнику культуры России, Абхазии Галине Гожевой. Сочиняет ли Галина Беслановна музыку на заслуженном отдыхе? Сколько сборников она выпустила? Как поднять престиж народной музыки? И можно ли вообще научить сочинять музыку? На эти и другие вопросы в эти минуты в нашей студии мэтр абадинской культуры ответит моей соведущей Белле Джозаевой. Доброе утро всем. Доброе утро, Галина Беслановна. Безмерно рада видеть вас у нас в гостях. А повод у нас такой прекрасный. Ваш прекрасный юбилей. И вы мне разрешили его озвучивать. Цифра 8.0. Ну, никогда этого не скажешь, конечно. Что для вас эта дата? Я еще не чувствую. Знаете, потому что это 80. Даже еще не заметила, как быстро время прошло. Вот сейчас вы на заслуженном отдыхе. Пишите что-нибудь для души. Вот посуду моете, за внучками смотрите. Писать не пишу так много, а просто постоянно слушаю. Вы выпустили несколько сборников, по-моему, четыре. Вот четыре выпустила и пятый вот этот сборник. Какие произведения вошли в этот сборник? Этот сборник, просто расскажу чуть-чуть. Этот сборник еще бы лежал бы, не выпустила бы. И половина, что сюда вошло, половина еще осталась. Так получилось, что во дворе как-то заезжает машина. Молодой человек вышел, раскрыл все двери и слушает музыку. И главное еще наша народная, чисто такого старинного, старинная песня. И текст уже совсем другой, все другое, исполнение другое. И он слушает, стоит и нашу музыку. А я вскочила. Это ваша музыка была? Наша. Я вскочила на следующий день, побежала на работу и начала собирать все песни, которые у меня были. У меня целая куча. И народные мелодии, и ноты, и свои, все. А не могу издать. Вот ваш вклад в развитие, становление абазинских народных песен, его невозможно переоценить. То, что было вами написано, то, что сохранено. На ваш взгляд, можно ли поднять престиж народной музыки? Можно было бы вот до этого. Все можно было бы. Были музыканты. Вообще, я хочу сказать, что мы, я не знаю, правильно выражаюсь или нет, но мы плавали в музыке. А сейчас нет. Вот знаете, как я сравниваю? Вот вечер такой, да, шумный вечер. И все, кончился вечер, никого нету, и тихло все. И точно так же вот сейчас такое время в культуре. Но мы будем надеяться, что все-таки возрождение будет. Я надеюсь, конечно, надеемся, конечно, обязательно. Галина Беслановна, ответьте вот на такой вопрос. Можно ли научить быть композитором? Вы все-таки в первую очередь композитор. Или надо родиться вот с этой любовью? Вы знаете, не научишь. С этим талантом. Не научишь. Это от души идет. Вот когда человек любит людей, все на свете, вот он может хорошую песню написать от души, от себя. А так научить, я думаю, что... Невозможно. Нет. А у вас есть своя любимая песня из своего собственного репертуара? Да не все. Мне все нравятся. Все родные. Нравятся все. Если хорошо исполнить, все нравится. А сейчас нет исполнения. Ну, мы же надеемся, что все будет хорошо. И я еще раз поздравляю вас с этой прекрасной датой. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. Здоровья вам, творческих успехов, долголетия. Все именно. Спасибо вам. Спасибо. Вещание на телеканале «Россия-1» продолжат программы Абадинской редакции. А в 14.30 в «Вести» с Ашемезом Пхешковым. Хорошего всем дня. Весна будет чудесной. С Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру Или приходите в офис. Московский индустриальный банк. С 7 по 10 апреля. Выберите мебель, предметы интерьера, материалы, комплектующие и оборудование для деревообрабатывающего и мебельного производства на выставке «Юмитс». Краснодар. Конгрессный 1. Экспоград. Юг. Бесплатный билет на выставку по промокоду «Юмитс» на сайте «Юмитс.ру». Долгожданное открытие Кисловодского цирка с 13 марта. Московский цирк Никулина представляет. Грандиозное цирковое шоу династии Багдасаровых. Планета 13. Биберлэнд. Миру сыр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова